Мы надеемся, что сегодня Петербург не поднесет к покупке, да? Да, надеемся. А вообще, как вы готовились? Вопрос простой. На свои деньги купил бусы, подносите, но эти. Мне это стоило пенсии. Да. А пока некоторые стоили за 2 месяца. Поэтому вот такой вопрос все к вам. Спасибо. Спасибо вам. Дай Бог здоровья. Друзья, на туковицу за одну буду оплатят сейчас. За одну буду. Если выиграет пинг-кон, опыт полностью окопится. Если выиграет пинг-кон. На самом деле договорных матчей не бывает. Играем по правилам FIFA. Арбитр, видите, он. Братарь, обросил? Обросил, а хотя кто? Обросил. Судья. Вот обросил он, судья. Я его знаю. Это судья региональной категории. Фотография на память. Кстати, в составе спортаках листов. Семикратный чемпион России. Ну я, вот сейчас листов подтянут. Вот сейчас он разминается. Седьмой номер. Молодец. Всего хорошего. Все. Мы герои своего футбола всех помним. Команда инком готовилась настолько серьезно к этой встрече. Определяла состав путем взвешивания. Потому что у каждого игрока была цель. Кто-то до 100 килограммов не выше должен был. Вот один после 100 килограммов, который, он не вышел в основном составе. Мы потом с него возгортимся. Итак, да, он за пределами ходил. Итак, начинает в московке Спартак. Два тайма по 20 минут. Состав Спартака. На воротах Андрей Светанин. Второй номер, пока еще не играет, это Владимир Бухиевский. Третий, Валерий Зинков, капитан команды. Четвертый, Дмитрий Градиленко. Пятый, Виктор Сан... Нет, шестой номер. Самокин, восьмой Градиленко. Дмитрий Христов, номер семь. Алексей Нитунов, номер четыре. Олег Кужик. Краек такой. Выстрел, Олег Кужик. Двенадцатый номер. Геннадий Морозов. Геннадий Морозов, номер девять. Он вообще-то участник должен быть у нас. Да, он был в восемь шестом году на чемпионате мира в Мексике. Память у меня работает. Удар. И МКО забивает мяч. Как быстро. На пятьдесят седьмой секунде. Восемнадцатый номер Винкона. Кто же забил-то, а? Паркот? Паркот. Друзья, в восемнадцатом номере нет заявки. А он гол запел. Это подставной какой-то бунтарей. Да, это техническое поражение может быть. Если документы не предоставят... Ох, опять выход один на диск. Два номер. Забил номер два. Смотрю в заляпку. Кирилл Торопов. Мастер на участке. Работает на Ижовском, как раз заводит. Два ноги. Ничего себе. Это Зинько пробивал. Я это состав не назвал. То есть, это их гонки. Юрий Атамонов, братан. Алексей Ильюшкин, номер восемь. Президент клуба. Номер семь Олег Черезов. Менеджер. Нет, он уже выше. Центральный нападающий. Я по имени называю, поднимайте руку, пожалуйста. Это у вас родственники узнали. Черезов Александр. Все-таки есть восемнадцатый номер заявки. Нашли. Вот Черезов. Это брат того, который забил. Черезов забил. А Олег сейчас чужого выбил мяч. Номер пять Сергей Пальков. Номер четыре Роман Жуков. Номер девять Сергей Галушин. Номер тринадцать Денис Чикчук. Номер четырнадцать Александр Аганцев. Номер семнадцать Сергей Лихачев. Номер пятнадцать Александр Паленов. Номер два Кирилл Торопов. Второй мяч забил. Номер шесть Александр Статин. Номер десять Сергей Чемидонов. И номер двенадцатый Андрей Орлов. И так в атаке Ютубов. И следующий Олег Черезов. Вот это гол. Сметанин. Сметанин. Такой простей. Но надо сказать, что защитники все-таки должны пожарить своего батаря. Но что было расстреливать с десяти метров? Сметанин. Так прыгнет. Три ноль. Вот это начало. Ну ничего. В партах команда волевая. Но при этом этом матче не так уж устрачив. И так Олег Черезов. Это менеджер икона. Менеджер – это человек, который ищет заказы. Еще и раздает плечи. Хобби у Олега – это пиво. Он как-то в тюрьму номер. Его брат Александр. А у этого хобби – рыбак. Пиво и рыба в одной семье. Ну нормально. Так должно быть. Шестого команды выезжает на рыбалку. Зиньков. Зиньков. Третий номер. Третий номер. Зиньков. Третий номер. А вот девятый. А что-то остановилось? Бои листы. Мы хотели, чтобы ты термос взывал. Горячий чай. Шестой номер – это сам Олег Виктор. Сам Олег. У Спартака, да. У них все время будут замены. Потому что вот так вот заменами можно решить. Не осмотрелись еще москвичи. Не дооценили соперников. И так еще я говорил про Морогов номер 9. Но еще Хамзин 13. Идуард Морогов – двукратный чемпион страны номер 5. Новиков Сергей номер 10. Сергей Горбукович – 18. Виталий Бугай – 11. В общем, состав-то у Спартака такой довольно солидный. Но пока 0-3. И идет шестая минута первого тайма. Виталий Бугай – 11. Вперед, не точно. Олег Чемеров уходит с поля. Давайте поаплодируем. Он уходит не навсегда. Голд свой забил. Молодец, Олег. Молодец. Пятый номер – Эдуард Мор. Вот, Морсом, еще. А руками держали. Ну, конечно. Сапир Хамзин 13 номер. Его руками держали. Эдуард Мор. Христоф. Хамзин. Можно уже пить. Ну, что же. Удар. Еще удар. 1-3. Ну, распечатался. Во-первых, хорошая форма. Темно-синяя. Адидасовская. Во-вторых, как-то подтянуты все. Чувствуется, что начали следить за ОПП, за общей физической подготовленностью. Ну, и пока билы довольно резво. И ведут в счете 3-1. Вот Ильюшкину пас не дошел. Ильюшкин вышел. Капитан команды. Восьмой номер. Президент. Душа команды. Идеолог. Вот он, свечок. Пас. По центру сейчас. Атакуют, как следует от Толтаны. С реньей. По центру. Но по центру футбола вообще редко атакуют. Надо атаковать флангами. Семнадцатый номер подачи неточна. Это Сергей Лихачев. Семнадцатый номер. Вообще он хоккей. Колбинный тоже хоккей популярен. Как не вспомнить колледра с детства. Саша Михайлович. Такой Сергей Лихачев. Риэлтор по недвижимости. Он с семнадцатым номером. Если есть у кого-то проблемы, подходите. Это реклама его компании риэлторской. Вот он сейчас ушел в поле. Да, вот сам себе поаплодирует. Молодец. А в такте время готовят второй гол. Пас назад. Канзин. На правый фланг. Восьмой номер. Это Городилиенко. Вообще был заметен в Востокском торпеде. А главное это комментатор. Российское телевидение. Теперь это наш коллега. Городилиенко. Мастер анализа. Их ты ее. Ты че ты? Я думал, ты красава. Их он. Смотрите, волнами атакует. Видел француза, выстрелы. Да, белый, ты что, смотри. Хлестов, семикратный чемпион страны, рвался вперед. Прервали его атаку. Посмотрите, как игра вырвается. 3-1 и уже нет превосходства в игре. Инициатива. Пока между двух команд. Сметанин вошел в игру. Точно выросил мяч. Андрей Сметанин, трехкратный чемпион России. Обладатель кубка. Давайте поаплодируем Сметанину. Все-таки врата это полкоманды. Это всегда очень важно. Кокзин. И еще становится 3-2. Вот так. Вот спортсмен. Так, вы проснулись, точно проснулись. Видимо, была очень тяжелая дорога, потому что поезд, чай. Сами понимаете, как это все. Вот Градиленко покидает поле. Комментатор. Поаплодируйте комментатору Градиленко. Восьмой номер. Вот, пошли. Молодец. Три-два. Ну и что, Градиленко? Легко получили фору. А теперь пас. Букинерский. Ударь. Еще ударь. Четыре-два. Это Чемизов. А нет Чемизов, да? Нет, четыре. Это, конечно, Александр Аганцев. Друзья, про Аганцева есть что сказать. Во-первых, он работает не просто работает. А он... Вы знаете, что он делает? Он старший менеджер. А вообще, уже можно про их хоть говорить. Это производственная организация, которая способствует улучшению качества наших подводных лодок военных. А вообще подводные лодки только военные. Коммерческих еще не бывает. Правда, были случаи, когда на военных подлужках переводили мандарин. Ну, на команду схватить. Какой пас Ильюшки! Мой Ильюшкин. Но мы вместе с ним были на матче. Зенит-пассажир в Монако. Он посмотрел. Там вот такие передачи. Каутики где-то. Через голову перебрасывают. Алексей. Нет, сам не подает. Но надо, если угловой, надо бежать к воротам. Подача. Это второй Черезов. Слушайте, Черезов взяли инициативу в свои руки, а? Мне кажется, они едут инициативу и в организации. Пока здесь можно. Это не то, что нет, кто там сбивает с ног и пенальти зарабатывает, глядите. Здесь чистый подкаст. Христоф свечет. Горлухович! Только не пейте его по ногам, я прошу вас. Надо играть. Он немножко мощный стал. Не, ну нет. Когда Горлухович стал играть за ветеранов, это самый корректный футболист. И самый корректный футболист. Морс, мячок. Христоф. И удар. А Камзин сдал пас. Камзин сдал пас. Вот это команда, мне кажется, он ввесит. Четыре-два. Сметанин, Вавиле. Там с Кузем, ребята, где-то. Они сейчас в дворок до нас проявляются. Братарь-Инкона, это Юрий Автогонов. Удар. Вот только я назвал его фамилией, он ногами сейчас мяч отбил. Здорово, Солонирович? Бутиевский. Клистов. Деньков. Не точно. Вот там, Фин, молодежь. Чем из он? Вы видели, как сейчас он подыграл себе? А? Жалко, нет повтора. Так пропустить мяч между ногами и оставить его у себя. Ошибка Крестова. Ах, подкрутка, какая подкрутка была сейчас. Но увы, не докрутил. Кстати, за это вы. Это Саша Чейзер подрежал? Орлов. Удар сзади, дистанция. Много ударов, молодцы. Много ударов, поворотов. Четыре-два. Наполнится первый танк, как и второй по двадцать минут. Зиньков. Бор. 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 А вот это Градзименко. Христоф. Развернулся. Пас хамзит. И хипотер. Удар. И вот это. Вы знаете, в стиле Георгия Яшина 7-1. Резкий такой. Рывок на 2 метра. 4-3. 4-3. Да, Горлакович оживился. Молодец. Сергей, молодец. В нем же этот круг, как и Бутиевский. Они вышли не с первой минуты. Они посмотрели, кто где, кто с кем, кто как. 4-3. Восемнадцатая минута идет первый тайм. Восемнадцатая минута. Да, все-таки Спартак есть Спартак. Вот эти маленькие стеночки, забегания. Это Спартак периода Бьерского. Самохин. Градзименко, Самохин. Контроль, контроль. На крючок. И над иной. Перешел. Субтитры. Бутиевский. Комзин. В окно Голославии. Хрестов такой выдал пас. И Батача. Не с вами надо бить. Молодец, Градзименко. Не, молодец что он? А у него, знаете, еще не вышел. Это оказывается его пас. Это был пас, Градзименко. Субтитры. Бутиевский. Вор. Градзименко. Комзин. Ох, какая быстрая игра. Вот вам и дирану Спартака. Бутиевский. Ах, как начали кататься. Игорь. Держать, держать, не отдавать так просто. Бутиевский и Сметанин. Последняя минута первого тайма. 4-3. А счет был 3-2. Представляете? А сейчас 4-3. Мяч попал в Металл. Самокин. 10 чемпионов России. И даже есть Советского Союза. В составе гостей. У Игона титулы, конечно, другие, но они производственные высокая и конкурс витающей организации. Ох! А это попытка повторить Халка, которая обманул Бетту. Вы весь Севиль. И да, первый тайм закончился. 4-3.